В эфире Самарский телевизионный вестник, в студии Дарья Добровольская. Здравствуйте! В Самаре демонтируют американские горки. Аттракцион находится в парке Дружба и уже около 10 лет заброшен и не используется. Его судьбу предстоит решить уже в скором времени. Многочисленные обращения жителей к властям по поводу этого объекта не остались без внимания. По словам горожан, конструкции представляют опасность для здоровья и жизни детей и подростков, которые регулярно забираются на них. Разговоры о демонтаже горок идут достаточно давно, однако сроки демонтажа пока не называются. В Самаре утвердили новый предмет охраны объекта культурного наследия. Речь о доме музея Фрунзе. Соответствующий приказ опубликовали 10 июля. Здание находится на одноименной улице по адресу 114 Б. Внешний архитектурный облик дома выполнен в стиле эклектика. К северному фасаду здания пристроен деревянный объем сеней с парадным входом. Теперь в течение недели Управление госохраны объектов культурного наследия региона должно будет внести необходимую информацию в учетную документацию. Смертельное ДТП в Красноярском районе, возгорание трамвая с пассажирами в Самаре и задержание вора в областной столице. Обо всем по порядку в обзоре происшествий. Смертельное ДТП произошло в Красноярском районе. Подросток на машине сбил женщину и скрылся с места ДТП. Потерпевшая скончалась. Подробности рассказали в полиции. 16-летний водитель ехал без прав по трассе М-5 Урал на Ладе Приори. В пути он не проконтролировал скорость авто и сбил женщину-пешехода. Она в этот момент переходила дорогу в неустановленном месте без света возвращающих элементов на одежде. Подростка разыскали и задержали. В Самаре загорелся трамвай на маршруте. Подробности рассказали в региональном управлении МЧС. Все случилось вечером 10 июля. Поступило сообщение о горении трамвая 24 маршрута по адресу проспект Кирова 145. Прибывшие пожарные установили, что горят распределительные коробки и токоприемники в первом вагоне. В 2048 горение ликвидировали. В трамвае находились 20 человек. К счастью, никто не пострадал. Самарские полицейские задержали подозреваемого в краже из сетевого магазина. Происшествие случилось на 18-м километре Московского шоссе. Это зафиксировала камера наблюдения. На кадрах видно, как преступник спешно берет с прилавка много бутылок с алкогольной продукцией. По информации полицейских, он проник в магазин, повредив дверь. Злоумышленника нашли и задержали. Он признал вину и будет отвечать по закону. В Самаре с начала летнего сезона уже 1500 подростков устроились на временную работу. Трудоустройство организует молодежный центр «Самарский» в рамках областных и муниципальных программ. О том, кем могут поработать юноши и девушки, расскажем далее. София Фанасьева сосредоточена перебирать стопки бумаг и вносит в них необходимые данные. Девушка делает это с выработанной легкостью. В свои 17 она уже знает, что такое работа в офисе. Второй летний сезон подряд София трудится в молодежном центре «Самарский». Молодежный центр «Самарский» предоставляет работу подросткам от 14 до 17 лет. Все правовые нормы строго соблюдаются. Например, 14-летние работники трудятся не более 4 часов в день, 15-летние – 5 часов, 16- и 17-летние – до 7 часов в день. В основном это несложная деятельность. Такие виды работы, например, как помощник-специалист, работа с документами, с архивом, ксерокопирование, тиражирование документов, подсобный рабочий, уборщик территории, помощник садовника. Все вакансии предоставляются у нас, скажем так, в городе, в районе по месту проживания. В основном это государственные муниципальные учреждения, промышленные предприятия, общественные организации и так далее. По словам сотрудников центра, в этом году желающих трудоустроиться подростков особенно много. С начала сезона начали работать уже 1500 человек. Всего за лето в центре планируют обеспечить с работой более 3000 человек. Работа по временному трудоустройству проводится в рамках муниципальных и областных программ. Никита Галочкин, Дмитрий Лукин, СТВ. В Самарской области завершился учебно-методический сбор гранатометчиков. В течение нескольких дней под руководством инструкторов бойцы ОМОНа и СОБРа изучали теорию и практику стрельбы из ручного противотанкового гранатомета РПГ-7. Подобные сборы с сотрудниками полицейского спецназа, проводятся минимум раз в квартал. Учебно-методический сбор завершился практическими занятиями на войсковом стрельбище регионального управления. Сотрудникам Росгвардии необходимо было, используя различные типы боеприпасов, поразить мишени, находящиеся от них на различном удалении. С задачами росгвардейцы справились успешно, получив положительные оценки. Занятия у нас проведены на оценку хорошо, отлично. В начале проведения занятий мы проводим так называемый входной контроль, оцениваем готовность сотрудника к выполнению задач именно с применением ручных противотанковых гранатометов. И уже непосредственно после проведения недельных занятий, также выходной контроль. И потом сравниваем, насколько у нас сотрудник прибыл к нам, подготовлен, и как уже непосредственно убывает в отряд для выполнения боевых задач. Не только оздоровиться, но и приобрести полезные навыки. В Самарской области проходят летние военно-патриотические смены для детей и подростков. На базе учебно-методического центра военно-патриотического воспитания школьники изучают основы начальной военной подготовки. Подробности в нашем материале. Сборка, разборка оружия, первая медицинская помощь, занятия по тактике и другое. Азы и основы начальной военной подготовки изучают дети от 12 до 14 лет. Так проходят летние военно-патриотические смены в Самарском региональном учебно-методическом центре военно-патриотического воспитания «Авангард». Благодаря ДСААФу, благодаря Министерству образования были созданы такие военно-патриотические смены. ДСААФ приезжает нам в помощь. Детям очень нравится. Дети уезжают, не хотят от нас, уезжают со слезами на глазах, просят остаться еще на дополнительные смены. Очень нравится, все в восторге. Инструктаж проводят опытные специалисты. Это сотрудники регионального отделения ДСААФ России. По их словам, некоторые ребята приезжают на смену уже подготовленными. Однако и те, кто еще не знаком с начальной военной подготовкой, стремятся освоить все дисциплины с интересом. Дисциплина на высшем уровне. Многие умеют ходить с троевым шагом. Должно знают автомат. То есть никаких проблем нет. Дети хотят учиться. Артем Домченков один из тех, кто постигает азы НВП с особым интересом. Молодой человек не скрывает, что хотел бы отслужить в армии. Поэтому к такой своеобразной репетиции относится серьезно и ответственно. И охотно делится впечатлениями после пробежки в боевом снаряжении. Ну, ощущение, как будто бы у тебя полный портфель всех учебников, и ты бежишь в школу. Более похоже на армию. Я хочу пойти в армию. Поэтому начальная военная подготовка, ну, обязательно. В строю не только мальчики, не малые девочек. Они также охотно разбирают автомат. А по словам педагогов и инструкторов, девочки даже более аккуратны в обучении. Для девочек тут, ну, все условия. Если что-то нужно, о них там заботятся или что-то. Но если вам правда интересно вот девочкам, им очень понравится здесь. Я советую. Сборка оружия, конечно же, это самое интересное. Мероприятие проводится при поддержке губернатора Самарской области Дмитрия Азарова, Никита Галочкин, Дмитрий Павлов, Игорь Кузьмин, СТВ. Самарские врачи рассказали, как пережить жару. Медики рекомендуют пить воды как можно больше. При этом следует избегать сладких напитков. Они только повредят организму. Тем более вредны напитки с градусом. Терпимую температуру можно организовать и у себя дома, даже если у вас нет кондиционеров и вентиляторов. Медики советуют просто зашторить окна. Главное – успеть сделать это до 11 утра. Для улицы нужно выбрать легкую одежду из натуральных тканей и обязательно светлых расцветок. На голову детям и взрослым следует надеть бейсболку или панамку. Это поможет избежать солнечного удара. И о погоде. В предстоящие сутки на территории Самарской области наступит переломный момент в характере погодных условий. В результате перемещения холодного атмосферного фронта местами пройдут кратковременные грозовые дожди с усилением ветра. Возможен град. Ожидается ослабление жары и к концу текущей недели температурный фон окажется немного ниже своей климатической нормы. Такой прогноз делают синоптики Приволжского ГМС. Так, в ночь на среду 12 июля в регионе ожидается дождь, местами ливень, возможно гроза и крупный град. Ветер юго-западный, западный. Его порывы местами могут достигать 15-20 метров в секунду, а локально до 27 метров в секунду. Температура воздуха плюс 13, плюс 18 градусов. Днем облачно с прояснениями, местами дождь, возможно гроза. Ветер западный и юго-западный 7-12 метров в секунду. Термометры покажут плюс 18, плюс 23 градуса. Это были все новости на сегодня. Далее интересные программы можно также посмотреть и прочитать на информационно-аналитическом сайте gslimaski.ru. Смотрите наши новости в телеграм-канале, на ваших экранах QR-код. Сканируйте его с помощью камеры приложения. Мы же с вами прощаемся. Всего доброго. До свидания.